Ваше святейшество, меня зовут Лора Мартин, я верующая католичка. Мне нравится учиться на факультете богословия, поскольку это дает мне возможность больше узнавать о буддизме. Буддизм – моя вторая основная специальность, которую я изучаю помимо христианства. Я искренне признательна замечательному преподавательскому составу и однокурсникам, которые так многому научили меня об этой традиции. Но меня, как католичку, беспокоит вот что. Мы поднимали этот вопрос на занятиях по буддизму. Обеим традициям сложно предоставить руководящие роли женщинам. Мне интересно было бы узнать, что вы думаете о возможности предоставления руководящих ролей женщинам в буддизме. Это было бы очень сложно. Если мы вернемся ко временам Будды, когда была создана его община, или Санха, то она состояла из людей четырех категорий. Мужчины и женщины, принявших монашеские обеты, и мужчин и женщин, выбравших для себя путь практикующих мирян. Эти четыре категории людей сравнивались с четырьмя колоннами, поддерживающими здание буддийской общины. С самого начала было предусмотрено выполнение женщинами руководящей роли. Роли учителя. Однако в Тибете произошло следующее. Хотя в Тибете было много монахинь, они были лишены возможности занимать руководящие посты, а в большинстве случаев и получать достойное образование. Можно сказать, их положение, положение буддийской монахини было принижено, ведь они не имели возможности получить полное монашеское посвящение и стать бекшуне, монахиней с полным набором обетов. Что требуется от нас сейчас? Постараться изменить сложившуюся ситуацию, решить существующие проблемы. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем восстановить полное монашеское посвящение для женщин, обет и бекшуне в тибетской традиции. Я считаю, что сейчас настало такое время, когда и буддийская, и католическая традиции начинают больше думать об открытости. Я вижу добрый знак в том, что его святейшество, Папа Римский, Франциск, неоднократно высказывался в пользу открытости. Роль женщин в буддизме и других духовных традициях была и остается камнем преткновения. Но нам нужно побуждать себя к решению этой проблемы, беря на себя ответственность за то, чтобы это изменить. Продолжение следует...